МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Успехи и недочеты. Глава области ГАОС Нурмухамбетов подвел итоги социально-экономического развития за 11 месяцев на заседании областного ЭКИМАТа. Снежный коллапс и гололед. 159 грузовых и 132 легковых автомобиля попали в западню на трассах области. О ситуации на дорогах в нашем сюжете. Квартет теноров в областной филармонии встречают четырех оперных певцов из Италии. О том, какие композиции услышали североказахстанцы, расскажем через несколько минут. Итоги социально-экономического развития североказахстанской области за 11 месяцев подвели на заседании в ЭКИМАТе. Несмотря на рост основных показателей в ряде сфер, включая сельское хозяйство, есть определенные недоработки, отметил глава региона. Кауес Нурмухамбетов перечислил районы, которые попали в число аутсайдеров по производству молока. В их числе районы Шалакына, Акжарский, Жамбылский и Есельский. В первых двух озвученной АКИМАМ проблемы существует не один месяц. Что касается производства мяса, то областные показатели потянули за собой вниз районы имени Габита Мусрепова, Макжана Жумабаева, Мамлюцкий и Есельский. Подчеркну, что в данных районах снижение производства мяса наблюдается на протяжении нескольких месяцев. На заседании АКИМАТа по итогам 9 месяцев текущего года АКИМ района Макжана Жумабаева оправдывался снижением производства мяса по ошибке бухгалтерии при сдаче отчетности и заверил, что по итогам 10 месяцев будет исправление ситуации. Однако АКИМ района Макжана Жумабаева свое заверение успешно провалил и не выполнил. Производстве яиц тоже нет улучшений, отметил глава региона. Гауесур Мухамбетов подчеркнул, что ситуация на предприятиях Кызалжарского и Теншинского районов не стабилизирована. Это недоработка тех, кто их возглавляет, считая таким области. Отдельно хочу отметить тот факт, что до сегодняшнего дня не решен вопрос по подведению инженерной коммуникации электро-водоснабжения и канализации к предприятию ТО «Петропавловский бройлер». На сегодня предприятие построены 12 корпусов, мы на этом предприятии были. Осталось только установить соответствующее оборудование. Инвесторам потрачены средства на эти работы, в том числе и заемные. Запуск предприятия инвесторам планировался в декабре текущего года. Предприниматель теряет сегодня прибыль государственной налоги. По данному проекту было выделено 264 миллиона тенге с НАЦФОНДА и с 29,2 миллиона тенге. А НАЦФОНДовские деньги были в полном объеме освоены. Но в связи с тем, что Севкас Энерго отозвал свои техусловия, провелись согласительные процедуры. На сегодняшний день соглашение все достигнуто. И проект планируется завершить до конца марта месяца. В сфере промышленности область произвела продукции на 574,7 миллиардов тенге. Здесь тоже не обошлось без аутсайдеров. Мамлюцкий недостижение 4%, Жамбальским районом недостижение 10%, Темиряевский район недостижение 10%, Аэртауский недостижение 17,2%, Есейский недостижение 28,5%, Акжарский недостижение 33%. Плановые показатели вот этих районов недостигнуты. Кроме того, в половине районов не смогли привлечь необходимое количество частных инвестиций. Это говорит о том, что их первые руководители не умеют работать с представителями бизнеса, отметила Акимобласти. Управление сельского хозяйства совместно с Акимами районов усилить работу по поиску новых инвесторов, в том числе и в рамках пилотного проекта по строительству молочно-товарных ферм. Заместителя Акима области по своим курируемым направлениям внести предложение по дисциплинарной ответственности лиц, допустившие значительное недостижение показателей социально-экономического развития по итогам 2023 года. Говорили на заседании Акимата и о рисках неосвоения денежных средств, которые области были выделены из республиканского бюджета. Сегодня выделяются средства с национального фонда, с республиканского бюджета, и мы сегодня умудряемся находить причины, умудряемся не освоить эти средства. То график производства работ не исполнен, то технические спецификации, кто-то что-то вовремя не отдал, то каких-то форм нет. Когда нет системной работы, тогда мы наблюдаем то, что мы наблюдаем сейчас. Сегодня до миллиарда мы можем не освоить, вернем. Мы эти средства должны с местного бюджета отдавать. На эти средства можно было построить социальные объекты, улучшить инфраструктуру в селах, отметил глава региона. Кауестер Мухамбетов поручил своим заместителям проанализировать недочеты, связанные с работой Акимов районов. Дарья Пушмынцева, Александр Янцен, НТРК. Бюджет Петропавловска на 2024 год составит 36 миллиардов 478 миллионов тенге. Об этом говорили на заседании сессии городского маслехата. Особое внимание в предстоящем году уделят благоустройству и инженерным сетям. Мы сейчас по теплосетям занимаемся активно. Нужно и Акимов власти поддержал нам и выделяет деньги на ремонт 21 подстанции. Субтитры тоже проблемы возникают периодически. Дома остаются без света. Также обратим в будущем году внимание и на ливневую канализацию, и на систему водоснабжения канализации. Бюджет на сферу строительства составит чуть больше 1 миллиарда тенге. По направлению культуры и спорта планируются расходы в сумме 383 миллионов тенге. Объемы расходов по отрасли реального сектора по отделу ЖКХ составят 7 миллиардов 331,9 миллионов тенге. В отрасли социальной защиты населения расходы бюджета с учетом их заявительного характера рассчитано на сумму 2 миллиарда 375,7 миллионов тенге. Снижение по сравнению к 2023 году составит 789. Здесь у нас КГУ перешло в областной бюджет, и поэтому расходы уменьшились у нас. По доходной части городского бюджета налоговые поступления планируются в размере 28 миллиардов 845 миллионов тенге. Неналоговые – 321 миллиона тенге. Поступление от продажи основного капитала – 7 миллиардов 312 миллионов тенге. Выслушав доклад, депутаты задавали вопросы. Один из них касался работы ЖКХ. Выступление в ревизионной комиссии по проверке актимента города. И там говорят, что миллиарды недостаточно. Понимаем, они все процедурного характера, когда хотелось бы узнать роль вновь созданного отдела госзакупа. Второе, что говорилось, что ЖКХ, примечившие у них силы и средств, они в состоянии выполнить те объемы, которые на него возлагаются. 16 направлений на 17 госслужащих. И мы сейчас опять 7 миллиардов на них вешаем. Смогут ли они, когда это уже не первое предложение по реорганизации ЖКХ. Эти предложения поступают как от вас, депутатов, эти предложения поступают и от самих госслужащих, потому что загрузка огромная. И порой сама ответственность из-за этого растворяется. Мы пересмотрим, мы пересмотрим структуру ЖКХ обязательно. Всего на повестке дня 11 вопросов. Они касались планов работы на следующий год, утверждения персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и другие. Диана Салихова, Олег Косинов, МТРК. Северо-Казахстанская область лидирует в сфере сельского хозяйства. У нас работает более 5000 товаропроизводителей и 90 тысяч человек. При этом в союзе фермеров СКО всего 116 членов, отметил заместитель Акима области, выступая на итоговом совещании организации. Отмечается, что в нашей области малая вовлеченность фермеров в эту организацию. В этой связи мы совместно с Управлением сельского хозяйства, конечно, эту критику принимаем. И проработаем вопрос, чтобы было представители союза фермеров Казахстана в каждом районе. В аграрный сектор направляется более 50% всех инвестиций области. С начала года в основной капитал сельского хозяйства было вложено 163 миллиарда в тенге. То есть это хороший показатель по нашей области. Как уже было неоднократно отмечено, этот год выдался для агрария в сложном. Сначала посевы страдали от засухи, а в период уборки часть урожая погибла от обильных дождей. На совещании подняли и другие проблемы фермеров, которые не зависят от погодных условий. Руководители районов присутствовали на совещании в режиме онлайн. Они озвучили такие вопросы, как удорожание запчастей, логистики, приём зерна аккредитованными элеваторами. На часть из них ответил представитель проткорпорации. На данный момент нам поступило заявок на 179 заявок от 138 СХТП на объём 62 тысячи тонн. Закуп мы до конца года будем закупать точно. Скорее всего и после Нового года тоже будем докупать объёмы. Поэтому если есть объёмы, пожалуйста, без проблем приходите, сдавайте. На реализацию крупных проектов АПК было выделено 100 миллиардов тенге. 17 из них в СКО уже освоили. На следующий год в планах финансировать проекты, связанные с орошением полей, строением теплиц, птицеводством и овощехранилищами. После совещания состоялось награждение фермеров. Анна Богословская, Вадим Мударисов, МТРК. Более 5000 абонентов всё ещё находятся без света. Это 92 населённых пункта. Для восстановления электроснабжения задействовали 92 ремонтно-аварийные бригады и 195 единиц спецтехники АОСИФ Касэнерго и ТО Кокшитау Энерго. Существенно затрудняют работу метели, заметённые снегом дороги. Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями зафиксировали технологические нарушения на оборудовании и районных сетях. Из-за сильного порывистого ветра на линии электропередач попали посторонние предметы, к примеру, кровельный материал, что привело к их обрыву. У полицейских спасателей и дорожников выдалась тревожная ночь. Накануне погода в регионе резко изменилась от плюсовой температуры с дождём к минусу и сильному врану. Были закрыты дороги по всем направлениям. В организации безопасности задействовали как дежурную, так и свободную смену батальона патрульной полиции. Руководство подразделения также работало на трассах. Самым сложным оказался участок автодороги Астана-Петропавловск на территории Таньшинского района. Большегрузные машины не могли преодолеть стремительно обленевший подъём при шквальном боковом ветре. По состоянию на утро 27 декабря там скопилось порядка 80 фур. В Мамлюцком районе сошёл в Квет прицеп фуры «Вольво», которая следовала из Костаная в Петропавловск с грузом запчастей сельхозтехники. Ведётся работа по извлечению прицепа. Всего за ночь на территорию области в схожую ситуацию попали 7 автомобилей. Все они к настоящему времени эвакуированы. На перекрытых дорогах, исходя из обращений, поступивших в экстренные службы, находилось 159 грузовых и 132 легковые автомашины. Эвакуировали более 240 человек. В условиях метели и практически нулевой видимости полицейские сопроводили до населённых пунктов 7 колонн по 30-40 автомобилей. В одном из образовательных учреждений «Мамлютки» разместили свыше 80 человек, в их числе 70 пассажиров автобуса, который следовал транзитом из России в Таджикистан. Среди них 17 детей. Также произошло два мелких ДТП. Пострадавших нет. Полицейские убедительно просят водителей следить за оповещениями службы ЧАЭС, быть готовыми к возможному перекрытию дорог. А ещё напоминают, невыполнение требований об ограничении движения влечёт ответственность по статье 667 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. За прошедшие сутки сотрудниками батальона патрульной полиции оказано помощи 47 водителям автотранспортных средств. Уважаемые водители, в период неблагоприятных погодных условий не выезжайте за пределы населённых пунктов, а также следите за техническим состоянием своего транспортного средства. При возникновении экстренной ситуации на дороге вы можете обратиться в дежурную часть батальона патрульной полиции по телефону 61-25-01 или на канал 102. Лечиться от наркозависимости в местах лишения свободы придётся 28-летнему Петропавловцу. В апреле этого года его задержали сотрудники управления по противодействию наркопреступности. У мужчины изъяли одну из самых крупных с начала года партии синтетических наркотиков весом свыше 250 граммов. Содержанный рассказал, после того, как он начал распространять психотропные вещества, успел организовать четыре тайника. В настоящее время горожанин признан судом виновным. За сбыт наркотиков в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере посредством использования электронных информационных ресурсов ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Кроме того, поскольку подсудимый признан наркозависимым, к нему будут применены принудительные меры медицинского характера по месту отбывания наказания. С начала года в области зарегистрировано 115 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 740 килограммов запрещенных веществ. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия для полицейского очень важный навык, от которого зависит дальнейшая работа экспертов и объективная картина аварии. Здесь нужно учесть скорость и направление движения участников ДТП, освещение состояния дорог. Занятия данные были посвящены особенностям проведения осмотра мест происшествий по дорожно-транспортным происшествиям. С составлением в последующем схем к осмотру мест происшествия и самих протоколов осмотра мест происшествия. Для молодых сотрудников смоделировали ситуацию, в которой водитель пытается избежать столкновения с другим авто, выехавшим на встречную полосу. Первый автовладелец свернул на тротуар и сбил прохожего. Ну как пришестись ему, чтобы остановиться, это ему еще сколько надо метров проехать. То есть этот замер будет неправильным. Такие семинары повышают квалификацию сотрудников, позволяют сделать расследование ДТП быстрее и точнее. От качества работы и точности описания места происшествия зависит ход уголовных дел и решение суда. Анна Богословская при содействии пресс-службы областного департамента полиции. В 2023 году граждане обратились к операторам ЦОНов и получили через них более 16,6 миллионов государственных услуг. Кроме того, свыше 15 миллионов услуг казахстанцы получили в зонах самообслуживания. В топ-3 госуслуг вошли получение ЭЦП, регистрация транспортных средств и выдача удостоверения личности и паспортов. Самыми значимыми событиями 2023 года для госкорпорации стали внедрение новой информационной системы Единый государственный кадастр недвижимости, передача правительству для граждан функции РАКС. Также госкорпорация внедрила в спецсонах новую систему ПДД-3.0 с более высоким уровнем контроля за сдачей экзаменов на водительские права. Операторы ЦОНов в Североказахстанской области оказали 400 тысяч госуслуг. Еще 520 тысяч жителей региона получили необходимые услуги в зонах самообслуживания. Компания Теплэка – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи – быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 тиловатта в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78, телефон плюс 7707-343-6282. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России. Из Италии с любовью. В областной филармонии состоялся концерт с участием зарубежных певцов. Квартет The Four Italian Tenors посетил город Петропавловск в рамках своего новогоднего тура по городам Казахстана. Насладиться прекрасной музыкой в суровую погоду пришли истинные ценители итальянской оперы. Наша группа готова исполнять самые разные песни. Думаем, гостям сегодняшнего вечера очень понравится репертуар. Тур по городам Казахстана проводим впервые. Мы благодарны за приглашение и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Казахстан нам очень понравился. Здесь очень снежно, а у нас обычно снега выпадает не так много. Итальянские певцы исполняли и всемирно известные, и малоизвестные композиции. Вокалисты квартета при помощи лишь своего голоса дарили публике праздничное настроение. Помогали им в этом артисты эстрадно-симфонического оркестра областной филармонии. Для нашего города, для нашей филармонии это большое событие. После пандемии, наверное, это первый такой международный проект, когда к нам гости приезжают из-за рубежа, тем более из Италии. Италия считается родиной оперы. И как раз таки в сегодняшней программе прозвучат арии знаменитых итальянских композиторов. Весь новогодний тур «Итальянский квартет» сопровождает заслуженный деятель Республики Казахстан, дирижер Абзал Мухеддинов. Несколько дней назад музыканты посетили с концертом столицу нашей республики. На очереди Караганда и Тимиртау. Валерия Филатова, Олег Косинов, МТРК. Для детей военнослужащих воинской части 66-37 прошел новогодний утренник. Ребята в предвкушении начала концерта. Готовят новогодние наряды, повторяют стихи, которые разучили для Деда Мороза и Снегурочки. Рассматривают зеленую красавицу. Здесь сегодня собрались члены семей военнослужащих нашей части, их дети, вместе с родителями. Сегодня для нас будет организован спектакль новогодний, выступление аниматоров у елки и, естественно, вручение подарков для наших маленьких детишек. На утренник пришли около ста детей. Им показали спектакль о символе наступающего года – драконе. Он приехал в страну, в которой живет Дед Мороз. Познакомился с лесными жителями и подарил детям сказку. Ты будешь править годом дракона на всей земле. Мы сегодня с дочерью пришли на спектакль детский. Очень классно получилось, очень здорово. Ей очень понравилось. Хотим поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать счастья, здоровья, благополучия. Ну и чтобы наши детки росли всем на радость. Новогодний праздник проходит хорошо. Детям очень нравится. Мы пришли повеселиться с детьми. Поздравляем всех с Новым годом. Пусть такие мероприятия организуются чаще. Поздравляю всех казахстанцев, военнослужащих и ветеранов отрасли с наступающим Новым годом. Всем здоровья и счастья. Пусть наша страна будет безопасной, а наш народ – дружным. Нам с дочкой очень нравится спектакль. От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Желаю каждой семье только здоровья, обильного счастья и мирного неба. Пусть каждая семья будет дружной и сплоченной. Новогодний праздник детям военнослужащих дарят каждый год. Они получают сладкие подарки. В период с 27 по 31 декабря каждого ребенка приезжают поздравлять домой Дед Мороз и Снегурочка. Валерия Сиваш, Вадим Мударисов, МТРК. На сцене Казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова полюбившийся детям персонаж Гринч. Самый главный волшебный праздник его раздражает. Поэтому изо всех сил пытается украсть новогодние письма и сам Новый год. Этой постановкой актеры театра показывают зрителю борьбу между добром и злом. Утренник для детей Тангажа и Полем поставил режиссер Таурент Уибазаров. Я сам отец. Мой сын каждый год пишет письмо Деду Морозу. Среди собравшихся 200 детей есть, наверное, те, кто написал письмо Деду Морозу. Этот спектакль посвящен именно исполнению мечты в новогоднюю ночь. Я считаю, что мечты наших детей должны сбываться. Актеры на сцене активно общались с юными зрителями из зала. Дети верят, что добро всегда побеждает зло. Вышли на сцену Дед Мороз со Снегурочкой и другие герои. Что касается спектакля, то мы пытаемся осуществить мечту мальчика по имени Арман. Этот мальчик пишет письмо Деду Морозу. А злой Гринч крадет детские подарки и изо всех сил старается помешать празднику. Спектакль длится 30 минут. При входе в Казахский музыкально-драматический театр сразу чувствуется праздничная атмосфера. Коллектив театра создал новогоднюю сказку специально для самого юного зрителя. В театре в канун Нового года утренники проводят три раза в день. Камила Карим, Акжунус Мукатай, Шерни Азиманов, МТРК. Городской чемпионат по Мейбукан Годзюрю Каратадо прошел на базе школы комплекса национального возрождения номер 17. Участие в соревнованиях приняли более 120 спортсменов в возрасте от 4 до 15 лет. Это воспитанники разных городских клубов и секций при учебных заведениях. Данный турнир посвятили Дню Независимости Республики Казахстан, а также наступающему Новому году. Спонсор прогноза погоды компания Теплэка. Производитель энергоэффективных обогревателей. Компания Теплэка – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи. Быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 кВт в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно по адресу. Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78. Телефон плюс 7707-343-6282. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова